Его первый эксперимент никого не оставил равнодушным. Но сегодня он удивит вас еще больше. Встречайте, невозмутимый Артем Тихевич. Впевненно распочав свою борьбу за звание феномена краины незвычайный Артем Тихевич. Я чувствую готовность, чувствую, что все получится. Я буду надеяться, что все получится. Я уверен, что все получится. Артем – человек с надзвичайными здебностями. Та попри все, он залишается самим собой. Не играйте ролей, не делайте себя какого-то мессии. Выйти на сцену таким, как я есть в обычной жизни. И сказать то, что я умею действительно делать. Зерковые гости нашего шоу и с захоплением спостерегали за диями Артема. Просто думайте о вашем предмете. Четыре предмета. И мы выбрали каждый совершенный. Я держал кулак даже левой руки больше специально, как бы обманывая его, когда угадывание, в самом деле, из четырех предметов, три утеревероятности невозможно отгадать. Я не читаю ее мысли, я чувствую природные элементы. Я чувствовал этот кусочек дерева, который она нежно зажала кулочкой. Вот и все. Незвичная поведенка и внешность Артема заворожила всех присутствующих. Это вы думаете на все, что происходит. Я не знаю, что будет дальше, но люди читают наши мысли. Каждый из них. Аби поддерживать Артема на его выступ, приехали поделиться его найближчие родичи. Я тебя поздравляю, Артемаечка. Ты моя диковничка. Ты был самый-самый лучший. Селерон. Ты сапливый. Чтобы ты так дальше бежал, чтобы ты нас радовал, я не могу восторговать. У меня слезы на голове. Удачи тебе. Спасибо. Давай, удачи. Спасибо, что приедешь. Больше всего мне понравилось, что вот все вот это отгадал шовка у внуки. Это просто волшебство. И не потому, что он мой внук. Мне кажется, он выступил лучше всех. Сегодня он готовый довести, что верти уваги – это разумение. Сейчас я уверен, что все будет хорошо, потому что мудрость превыше всего. Расшифровывайте, как хотите. Добрый вечер. Добрый вечер, Руи. Каждый человек способен нам безграничные возможности. Но суета и быт настолько глубоко проникли в нашу жизнь, что времени для того, чтобы познать себя, у нас практически не остается. Сегодня я покажу лишь небольшую частицу той силы, что таится в нас. Силу человеческой мысли. Владислав, Ирина, пройдите ко мне на сцену. Владислав, остановитесь возле меня вот сюда. Ирина, стоите здесь. Ирина, я обратил внимание на ваше кольцо. Позвольте сдвинуть. Пожалуйста. Благодарю вас. Скажите, что оно значит для вас? Ну, это мое любимое кольцо. Потому что мне подарила это близкая людина. Насколько вы сильно привязаны к нему? Ну, практически, вы знаете, я с ним, наверное, остаюсь. Приможенность. Давайте посмотрим, насколько кольцо привязано к вам. Сосредоточьтесь и просто подумайте о этом кольце. Вспомните все самое хорошее, то, что происходило с ним. Благодарю вас. Оно отреагировало. Оно крутится. Только что мы убедились в том, что между хозяином и вещью существует некая связь. Но возможно ли влиять на объекты, которые мы видим впервые? Владислав, перед вами находятся три шара для боулинга. Возьмите любой из них, потрогайте. Посмотрите, что это обычные шары. Тяжелые ли они? Почти для боулинга. Без дырочек. По-моему, одного веса. Выберите любой и просто подайте мне его. Тяжелый? Становитесь вот сюда. Ирина, становитесь здесь. Очень важно, чтобы шар оставался на месте. Нам надо об этом подумать. Это обычный шар для боулинга. Его вес чуть более семи килограмм. Ничтожно мало для человеческой мысли. Подойдите ко мне поближе. Становитесь сюда. Ирина, поднимите вашу правую руку и положите мне на ладони. Благодарю вас. Так же соответственно. Я хочу, чтобы вы сконцентрировались на центре шара. Давите своими ладонями на мои. Очень сильно. Вниз. Готовы? Давите, Ирина, сильнее. Благодарю вас. Теперь я попрошу вас, всех зрителей в этом зале и всех телезрителей, максимально сконцентрироваться на центре шара. Мысленно наполните его энергией. Давайте встанем пошире. Становитесь. Владислав, возле шаров. Вы тоже немножко подальше. Вот сюда. Еще вот сюда. Полностью внимание на шару. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Благодарю вас. Возвращайтесь. Благодарю вас. Возвращайтесь. Человек способен на многое, но только тогда, когда в его жизни остается время для собственного познания. Благодарю вас. Артем Кихевич. Ваши аплодисменты. Артем, ваши способности поражают. Нам не хватает только одного, Артем. Чего? Вашей улыбки, Артем. Поэтому улыбайтесь. Ирина, я обратил внимание на то, что вы достаточно сдержанно реагировали, когда ваше кольцо начало вращаться на пальцы у Артема. Вы были не удивлены? Вы с таким встречались раньше, когда? Нет, я с таким не встречалась. Я, то есть, смотрела, смотрела, думаю, может, мне просто привидится, або я так хочу, чтобы оно крутилось. То есть, я не верила, но оно на самом деле крутилось. И все-таки оно вертится. Влад, поделитесь вашими впечатлениями. Мне вот хотелось один вопрос задать. Только серебряное кольцо крутится или любое кольцо? Вращается только серебряное кольцо или золотое тоже? Главное, что человек думает о нем. Главное, о чем он думает. Главное, человек думает, серебряное это кольцо или золотое. Спасибо большое. Он об этом точно не думает. Урин, понравился ли вам сегодня первый эксперимент? Я могу сказать, что я враженный, потому что психичная потуга и наснага перетворюется у вас на материальную силу, силу психокинезу. И это просто помрачает. Я видел, как вы напружились. И я скажу бездоганно. Спасибо, Урин. Если вы хотите увидеть Артема на этой сцене еще раз, отправляйте смс с кодом 109 на номер 3399. Но сделать это вы сможете только после того, как откроются наши линии для голосования. Не допускайте того, чтобы ваш любимый участник покинул шоу. Напоминаю, что голосование начнется только после окончания пятого эксперимента. Это был Артем Тихевич. Ваши аплодисменты.